Знаете ли вы, что дистанция в 5 километров относится к длинным и является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики? Болоковцы, которые в минувшую субботу поучаствовали в забеге 5000 метров с Интерспорт, преодолели это расстояние без особых проблем. Многие из них принимали участие в забеге уже не первый раз. Это спортивное мероприятие уже традиционное в нашем городе и проводится в рамках празднования Дня Химика. Мы два года подряд занимаем первое место среди самых массовых участников. Поэтому надеемся, что в этом году мы третий год подряд получим Кубок Корпорации. Я думаю, что получится интересный, хороший праздник, добрый. Ну и всем удачи, хорошего настроения. Химиков в городе Болоково очень много, поэтому праздник городской. На этот раз число участников перешагнуло полуторатысячную отметку. Как рассказали организаторы, 1600 человек вышли на старт. И это были не только Болоковцы, но и любители бега из Вольска, Саратова, Самары и других городов. Многие пришли семьями и на дистанции можно было увидеть, к примеру, маму с коляской или папу, бегущего за руку с трехлетним малышом. У нас спортивная вся семья, мама, папа, я, как говорится. И дети, и дочь старшая сейчас убежала, и младший сын, вот ему буквально через полмесяца будет два года, но мы все равно принимаем участие. Прекрасное настроение, погода хорошая, солнечная, единственное немножко ветер. Но я думаю, это не помешает нам получить удовольствие, прекрасное настроение. Ну и, соответственно, конечно, вечером праздник справить. Первыми на старт вышли дети, которые должны были преодолеть 1600 метров. Детская миля покорилась всем юным участникам легкоатлетического забега, среди которых было много воспитанников спортивных школ. Я попала в 40, ну 40 человек, очень понравилось бежать. Море ощущений. Сами выходили, утром бегали. Измеряли время сколько, например. Да. Участвовали также перед этим в других соревнованиях, ездили за город. Ну а кульминацией забега стал, конечно же, старт на 5000 метров. Дистанция пролегала через мост Победы, до улицы Гагарина и обратно. Поэтому участникам пришлось дважды подниматься и спускаться по мосту. Опытные спортсмены знают. Пятикилометровая дистанция требует от бегунов выносливости, в том числе и скоростной, и тактического мышления, тренированности и умения распределить силы. Наверное, поэтому в числе лидеров здесь спортсмены со стажем. Ну, в принципе, легко. Единственное, что мешал, это ветер. Вот так он боковой был, поэтому, в принципе, все нормально было. Занимаюсь, да, уже 12 лет легкоатлетикой. Поэтому, как бы, для меня старт такой, можно сказать, тренировочный был. Дистанция, в принципе, нормальная, только погодные условия немножко. Прохладно – это хорошо, а вот то, что ветер был очень такой шквалистый, прям даже там можно было придерживать номер, чтобы он не улетел. А так, в принципе, нормально. Все победители и призеры легкоатлетического старта поднялись на пьедестал почета и получили подарки от спонсоров. Но большой спортивный праздник, организованный в честь 45-летия Блаковского филиала АО «Апатит» и приуроченный к Дню Химика, не ограничился одним лишь забегом. На Центральной площади в это же время проходило множество мероприятий. Так, самые активные и спортивные семьи поучаствовали в веселых стартах. Молодежь, увлеченная баскетболом, получила возможность побывать на мастер-классе от именитых спортсменов – баскетболистов Саратовского клуба «Автодор», спонсором которого уже много лет является Фосагра. Тут же прошли соревнования по стритболу среди девушек и юношей. Чуть поодаль – необычная фотозона, на которой каждый смог сделать селфи с гонщиками с педвейного клуба «Турбина». В укромном уголке справа от доски почета прошел турнир по шахматам, в котором поучаствовали юные любители игры королей. И несмотря на погоду, участники всех площадок сошлись во мнении – такие большие спортивные праздники просто необходимы, ведь спорт объединяет людей.